Ку-ку-плей! Ого! Целый пакет мозаики разноцветных. Давайте высыпем и посмотрим, какие здесь цвета. Тут есть голубой, есть синий, есть зеленый, фиолетовый, красный и желтый. А еще обычное белое поле для того, чтобы что-нибудь нарисовать с помощью мозаики на этом поле. Ну а самое необычное в этой мозаике – это картинки. Как это понимать? Картинки с дырками. Как же их собирать? Давайте посмотрим на картинку. Тут и на зеленом фоне дырочки, и на голубом, и на красном дырочки и на картинке, и на поле. Значит, картинку с полем надо совместить и выбрать правильный цвет, чтобы заткнуть дырочку такого же цвета. Итак, поехали! Начнем с голубого неба. Вот они, голубые мозаички. Давайте заткнем все ненужные отверстия. А может быть и нужные. Так. Ну вот, а теперь задача посложнее. На фоне голубого неба находятся вот какие красивые зеленые деревья с красными яблоками. Главное не перепутать, где у нас зеленый. Вот. А где у нас красный. Вот. Красные яблочки. Так, одно дерево мы с вами закончили. Теперь второе. Красное яблоко на зеленом дереве. И вот вам, пожалуйста, два дерева готово. Травка у нас тоже зеленая. Правда, цвет светлее, но это все равно, потому что мы пока тренируемся. Ну вот, с травой мы закончили. А теперь осталась зеленая лягушка. Зеленых фишечек, мозаичек у нас нет. Но есть желтая. Посмотрим на лягушку. Лягушка хоть и зеленая, только брюшко у нее желтенькое. Поэтому все хорошо, нам всего хватило. Вот так. А теперь смотрим дальше. У нас есть красная ферма. Так, все здесь понятно. Закрываем красной мозаикой. А на этой ферме живут вот такая вот курочка и вот такой цыпленок. Ну, с цыпленком понятно. Он желтенький. А вот как быть с курочкой? Так. Давайте посмотрим на курочку. Вон у нее какой хороший гребешок, красненький. Вот поэтому мы сделаем ее тоже красненькой. Ну вот, ребята, посмотрите, какая красивая картинка получилась у нас. Все мы с вами собрали правильно. Все цвета сопоставили. Ну, а теперь пора собрать что-нибудь другое. Поэтому надо для того, чтобы собрать, вначале разобрать. Наверное, сложно будет вытаскивать. Все долго легче перевернуть и нажать на такие вот кнопочки. Вот так. Ну вот, ребята, картинку мы с вами разобрали. А с той стороны еще одна картинка. Трактор ездит по цветочной поляне. Осторожно, трактор, не растопчи цветочек. А что, если нам с вами сразу попробовать сделать все самим, без картинки? Попробуем сделать напрямую, прямо здесь на площадке, несколько цветов. А вы мне поможете. Давайте начнем с цветочка, у которого серединка будет красная. А лепесточки будут желтые. Вот так. Вокруг красной сердцевинки расставляем желтые лепесточки. Видите, мы сами без картинки можем собрать прекрасный цветок. Но картинка нам очень помогла разобраться. А теперь давайте сделаем наоборот. Лепестки будут красные, а серединка желтая с этой стороны. Вот такой смешной квадратный цветочек у нас получился. Ну а теперь давайте сделаем для наших цветочков стебелечки. Стебелечки у нас зеленые. Берем зеленые фишечки. Вот какой у нас красивый стебелечек получился. Не хватает только маленького лепестка. Давайте сделаем. Вот так сбоку. Места у нас осталось мало, поэтому давайте перевернем и сделаем его вверх ногами. Вот так. И тоже пусть будет у него небольшой лепесток. Ну вот. Смотрите, еще один цветочек. Тоже с лепесточком у нас получился. Чего-то не хватает на этой картинке. Давайте кое-что соберем. А потом вы угадаете, что это я сделал. Между цветочками летает насекомое. Ну что, догадались? Смотрите, кто у меня между цветочками летает и опыляет. Собирает пыльцу. Полосатая пчелка. Главное проявить фантазию. И можно даже собрать еще много разных смешных насекомых. Во всяком случае, собирать эту картинку очень интересно. Гораздо интереснее, чем собирать игрушки обратно в коробку. Но это тоже нужно делать. И помнить о том, что во всем важен порядок. Поэтому мы с вами тоже соберем коробочку. Правильно ее закроем. И спасибо, ребята. Пока. Еще увидимся. Привет, малыши. Устроим гонки? Кто же, кто же будет сегодня соревноваться? Синий трактор? И еж колючий. Кто же победит? Начнем. Один, два, три. Поехали. Я первый. Ура, я же машина. Да что ж такое. Не могу его обогнать. Надо что-то придумать. Ха, не догонишь, не догонишь меня. Пока что побеждает синий трактор. Смотрим дальше. Я придумал. Проткну ему иголкой колесо. Малыши, что там случилось? Ха, 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 ой, 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 что произошло с моим колесом? У синего трактора лопнуло колесо. А еж уже почти у финиша. Помогите, помогите, не могу ехать дальше. Ха, я выиграл. Ёж, ты выиграл, не честно. Ха, ха, как это не честно? Все честно. Я первый пришел к финишу. Нет, мы все видели, да, малыши? Ты проткнул своей иголкой колесо синего трактора. Да, да, и это очень больно. Помогите кто-нибудь. Эй, что у вас там случилось? Друзья, друзья, мне Ёж на соревнованиях проткнул колесо своей иголкой. Вот это он обманщик. Сейчас мы тебя спасем. Свинка Алиса, где там инструменты? Вот, все на месте. Здесь есть и дрель, и молоточек, и даже плоскогубцы. Отлично, сейчас мы починим колесо. Ну и зачем? Я все равно уже выиграл. Тогда поступим так. Ты, самосвал, съезди в гараж за запасным колесом. Ага. Ты, поливалка, осмотри крепление. Хорошо. А каток вставит новое колесо. Угу. Ну и где мой приз? Я же победитель. Ёж, приза твоего не будет. Ты победил, не честно. Крепление хорошее. Я готов устанавливать. Почти готово. Ну что же там, что же? Готово. Ура, ура. Спасибо, каток. Ура, ура. Где мой приз, говорю? Не будет, тьми, никакого приза. Есть идея у меня. Может быть, новое соревнование? Только, Ёж, по-честному. Ага. Выясним, кто действительно быстрее. Я согласен. Я согласен. Ёж, иначе останешься без приза. Не получилось. Ладно, я тоже согласен. На старт. Внимание. Марш. Ах, 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 ах. Да что же это такое? Все смотрят, не обманешь ведь. Ага, смотрим. Трактор, вперед. Трактор, мы с тобой. Ура, я победил. Ура, Синий Трактор. Поздравляем с честной победой. Ура, ура, я так рад. Не зря чинили колесо. Здорово как. Поздравляем. Я проиграл. Вот и играй после этого честно. Ёж, но не будь ты таким злым. В первый раз ты пытался выиграть нечестно. Да-да, мы все видели, как ты проткнул иголкой колесо синему трактору. Нельзя играть нечестно. Да, такая победа ненастоящая. Ах, ну вообще вы правы. Мне в прошлый раз самому было стыдно, но я очень хотел приз. Ну ёж, обманывать это не значит выиграть. Да-да, свинка Алиса права. Ну а хочешь, за честность мы тебе тоже выдадим приз. Правда? Мне? Ну тебе, тебе, ёжик. Вот твой приз за честность. Шарики. Ура, ура, спасибо. Тут стойка разных цветов. И зелёный цвет, и оранжевый, и синий, розовый, жёлтый, и даже красный. Да-да, здорово, спасибо большое. А теперь приз для главного победителя. Синего трактора. Автомат для конфет. Класс, класс, спасибо. Все рады, и это очень здорово. Поздравляем победителя. А мы с вами малыши прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока. Привет, ребята. Амням решил сделать себе маленький бассейн. Ну, просто воды ему маловато. Он захотел что-то похожее на аквариум. Запустить туда что-нибудь интересное. Может быть, каких-то рыбок или что-нибудь ещё. Ха-ха-ха-ха. Ну, решил он свой аквариум засадить чем-то очень необычным. Хм. Вроде бы принёс слайм. И это что у нас такое? Лизун? Давайте вместе поможем Амняму создать его маленький аквариум из разных слаймов. Итак, начнём с лизуна. Интересно, он упадёт на дно или будет плавать на поверхности, как медуза? Ой. Падает. Он тонет, на поверхность не поднимается. Нет, не подходит лизун для нашего аквариума. К тому же он напитался водой и стал какой-то совсем распадающийся. Хотя чем-то напоминает какую-то бурую водоросль. А теперь попробуем слайм чёрный. Что же получится? Много не надо. Чуть-чуть. Главное оторвать его от остального слайма. Так. Какой он противный. О, получилось. А теперь отправляем нашу кляксу прямо в наш микроокеан. Какая-то космическая слизневая медуза. Самое интересное, что слайм не смешивается с водой. Он распространяется как какое-то чудовищное существо, захватывая всю воду. Смотрите, он превращается в какую-то интересную, как будто бы материю. Страшные космические волосы. Они захватили всю воду. Страшный осьминог. Пожалуй, нужно поскорее всё вытащить. А то мы просто засорим воду. Нужно всё это скорее выгрести на стол. Фу, какая страшная слезяка. Она схватила меня и не отпускает. О, с трудом очистил стол и очистил воду. Пришлось доливать чистую воду заново. Ничего, мой зелёный друг. Сейчас чего-нибудь придумаем. Может быть, какие-нибудь зелёные водоросли туда посадить, а? Чёрный цвет больно уж страшноватый. Хотя подожди, зелёный цвет. Была у меня одна зелёная жижа из зелёной коробки с опытами. Сейчас достанем. О, пакетик. Мы сейчас устроим эксперимент. Мы сделаем из неё каких-нибудь маленьких зелёненьких существ. Например, головастиков. Попробуем. Выливаем нашу зелёную субстанцию в маленькую пробирочку. Точнее, маленький стаканчик. Кстати, по-научному наша зелёная жижа называется альгинат натрия. Ну вот она, зелёная жижа. Пока это просто жижа. И она смешается с водой. Но если мы добавим туда немножечко волшебного порошка под названием хлористый кальций, отправляем полстакана воды в нашу миску. Отправляем чайную ложку нашего порошка в воду и перемешиваем. Постепенно наливаем, пробуем наливать небольшими порциями нашу жижу. А теперь посмотрим в нашу миску. О, ребята! Вот какие симпатичные головастики у нас получились. И даже вот такие вот длинные змейки. А может быть это такие водоросли? Вот как красиво они смотрятся в нашем аквариуме. А вот и головастички. А ну, плыви. О, они какие симпатичные. Вот они какие. Маленькие друзья Ам-няма. Давайте бросим их туда. Внутрь пусть плавают. Смотрите, какой живой мир. Как они передвигаются там внутри. Ам-ням открывает рот. Зачем, интересно? Ам-ням, ты чего? Решил поплавать? Ам. 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 А ну-ка, Ам-ням, иди сюда. Открывай свой рот. По-моему, Ам-ням решил съесть все, что мы с вами сделали. То ли водоросли, то ли маленькие головастики. Ну вот, ребята, какой у нас интересный живой аквариум получился из неживых элементов. Пока, ребята, еще увидимся и поэкспериментируем. Ам-ням, рот закрой. Пусть...